Ого-о-о! Запах дыма люди, может быть, и почуяли бы, но могло статься так, что всё равно было бы уже поздно. Ведь только появившись, огонь тут же получил неожиданную подпитку, потому и стал так быстро распространяться, охватив сразу три строительные бытовки. Вспыхло всё, и этот самый огонь пошёл. И соляра, видать, потекла. Вот я смотрю, что-то в это пахнет топливом. А она откуда взялась-то? А тут у нас бак около генератора с солярой стоял. А, вон что он взял? Пластмассовый. Поэтому, наверное, так сильно загорелось, да? Ну. Тут сколько получается? Две пострадало бытовки? Три, конечно. В итоге всё обошлось. Из людей никто не пострадал, и помощь медиков скорой никому не понадобилась. Ущерб огонь причинил лишь материальный, но существенный. В каждом строении хранился инструмент рабочих, а кроме того сгорел дизельный электрогенератор. Пока основная версия случившегося – короткое замыкание временной электропроводки, которую зачастую на стройках прокладывают небрежно. Динар Усманов, Игорь Бойзов, Эфир 24.